Меня зовут Евгений Киселёв, и вы видите, что в гостях у меня известнейший украинский журналист, политический обозреватель, блогер Виталий Портников, которого я от души вновь приветствую на этом канале. Привет, Виталий. Здрасте. Ну, хотел бы начать разговор вот с чего. Нет ли у вас тревожного ощущения в последние недели и даже дни, что как-то ситуация вокруг Украины и в самой Украине несколько осложняется? Ну, разумеется, прежде всего из-за того, что как-то не очень хорошо идут дела в Вашингтоне под вопросом программы американской помощи, которые не включены в бюджет. И Трамп активизируется на украинском направлении, ходят случаи, что его вообще сейчас могут чуть ли не новым спикером Палаты представителей избрать. Потому что, оказывается, есть такая загогулина в американских законах, что председатель Палаты представителей не обязательно должен быть ее членом. Вроде бы он уже отказался, как благоразумный человек. Ну, Трамп, ведь он такой у нас, сегодня откажется, завтра согласится. Ну, неважно, дело в конце концов не в Трампе. Вот нет ощущения, что некие беспокойные тенденции в последнее время ощущаются? Вы знаете, я считаю, что если мы с вами занимаемся политической аналитикой, то беспокойство могут вызывать только непредсказуемые события. А мы еще в начале большой войны через 3-4 месяца говорили о том, что если война будет продолжаться там больше года, и если она перейдет в такую, если хотите, позиционную войну армии, это, конечно, еще не война низкой интенсивности, но это война высокой интенсивности на совершенно конкретных участках территории. Это не то, что было в феврале-марте 2022 года, когда российские войска пытались атаковать и с севера, и с востока, и с юга, и когда были постоянные массированные ракетные удары, и когда вся Украина сидела в бомбежищах, и когда была Буча, в конце концов, это тоже надо помнить, Терпень, Бородянка, когда мы узнали о звездах в Изюме и так далее и тому подобное, что если война будет долго продолжаться, и если эта война перейдет вот в такую фазу противостояния, то хотим мы этого или не хотим, то подобные тенденции усталости от этой войны в других странах, плюс появление новых кризисных вызовов, все это будет проявляться. Это первый момент, который мы отмечали. Другой момент, который мы всегда отмечали. Есть окно возможностей, которое может сузиться в 2024 году на фоне предвыборной кампании в Соединенных Штатах. Это тоже все говорилось. Кстати говоря, предвыборная кампания просто по большому счету немного раньше началась, именно потому что республиканцы находятся в кризисе. Если бы не было такой возни вокруг кресла спикера Палаты представителей, если бы Кевин Маккарти не подписал бы это нелепое соглашение о том, что каждый депутат Палаты представителей может выступить с требованием и вынесением в этом и недоверия, ничего бы этого сейчас не было, нынешнего кризиса. И скорее всего, мы действительно бы встретились с началом предвыборной борьбы где-то в феврале-марте следующего года. Но вот из-за особенностей, скажем так, нынешнего состава Палаты представителей, если хотите, это все началось на несколько месяцев раньше. Но не так намного, на самом деле. Это второй момент, который мы обсуждали. Третий момент, который мы тоже обсуждали предварительно. Это то, что будет происходить в самом Евросоюзе. Не будут ли усиливаться те политические силы, которые будут выступать за уменьшение помощи Украине. Если вы помните, я говорил, что Владимир Путин рассчитывает на то, что рано или поздно в странах Европейского Союза придут к власти те правительства, с которыми ему будет легче договориться. И что он будет предпринимать для этого усилия в виде вот того же зернового кризиса на глобальном юге, в виде стимулирования миграционного кризиса в Европе. Пока этого еще не происходит в полной мере. Но тем не менее, даже, смотрите, даже выход из Черноморской зерновой инициативы России, он уже породил кризис настоящий в польско-украинских отношениях. Он помог, вне всякого сомнения, успешному выступлению правых популистов в Словакии. А это еще и никакая не такая ситуация, о которой мы говорили, когда обсуждали, что же будет, если мигранты начнут массово пребывать в страны Европы. Они, кстати, сейчас массово пребывают. Сейчас есть большой миграционный кризис. Мы его, может, не так замечаем, но мы же видим, что там тоже происходят свои серьезные переговоры, разногласия. Италия, которая пыталась торпедировать это решение. Все это на наших глазах есть. А вот смотрите, извините, что я вас переливаю. Пока мы не ушли в сторону от миграционного кризиса, как вы думаете, а когда Путин начинал вмешательство, вооруженное российское вмешательство в конфликт в Сирии, он замышлял миграционный кризис? Он понимал, что сейчас активизация боевых действий там, в Сирии, в ходе гражданской войны может привести к тому, что Европа встанет перед потоком беженцев? Конечно. Но мы же с вами знаем Путина, он не идиот, он прекрасно по нему просчитывает такие возможности. Я вам больше скажу. И я об этом, кстати, говорил накануне большого нападения России на Украину, говорил об этом в украинском телевизионном эфире. Я считал, что и это нападение должно было спровоцировать с точки зрения Путин большой миграционный кризис. Он ошибся, когда речь шла об Украине, и не ошибся, когда речь шла о Сирии. Потому что он не рассчитал реакции европейцев на украинцев. И это, кстати говоря, вот вы помните, что даже в Украине многие упрекали Папу Римского, когда он сказал, что европейцы, когда они относятся, когда они вообще принимают беженцев, они не должны быть расистами. Но Папа ведь не упрекал, при всех, так сказать, претензиях, которые мы можем предъявить Папе и к его высказываниям, в этом высказывании, он же не упрекал европейцев за то, что они так хорошо приняли украинцев. Он их упрекал за то, что они не так хорошо принимают беженцев из других регионов. В этом было суть. Так вот, просчет Путина как раз был в том, что он считал, что если будут волны беженцев с Украины, то это приведет к огромному гуманитарному кризису в Европе. Вот я, когда говорил о последствиях большой войны, накануне ее начала, я говорил о том, что представьте себе вообще, вот как мы можем допустить такую российско-украинскую войну, когда речь пойдет о миллионах беженцев в Европе и миллионах беженцев в самой России. Ну и вот тут я, надо сказать, допустил ту же ошибку, что и Путин. Я считал, что это может привести к дестабилизации Европы, потому что миллионы людей не так просто принять, а оказалось, что это куда более легкая задача, когда здесь шла об украинских гражданах. Это правда. И я считал, что может произойти дестабилизация России гуманитарная, а этого тоже не произошло, потому что никто не хотел туда бежать. Как оказалось, даже с оккупированных территорий люди, когда выбираются в Россию, они из нее стараются всеми правдами и неправдами уехать. И мало кто там остается. Да, я, кстати, вот сейчас был в Таллине, в Эстонии, и слышал множество рассказов о том, что до сих пор, а это, по сути дела, единственная граница, через которую из России перемещенные лица из Украины могут вернуться в Европу, до сих пор там идет поток беженцев, вот таких вот беженцев, которые вынуждены были, которым некуда было деваться, ехать только в Россию из оккупированных восточных регионов Украины. И потом они правдами и неправдами с помощью разного рода добровольцев, волонтеров добираются до границы с Эстонией. И там их уже переправляют дальше в Европу. Ну вот, поэтому... Да, поток по-прежнему идет, может быть, там не широкой рекой, но достаточно постоянным таким бурным ручьем. Ну, то есть, с одной стороны, видите, я представлял себе количество людей, с другой стороны, я не представлял себе последствия. Ну, это же, кстати говоря, я могу, конечно, себя упрекать, но это же никогда нельзя понять до конца, пока это не начинает происходить. Ну, вот и путь. Да, кстати, обратите внимание, просто в продолжение ваших слов хотел бы заметить, что сейчас национал-радикалы Польши параллельно с выборами, которые предстоят 15 октября, проводят референдум, где как раз вопрос стоит о беженцах, но не о беженцах из Украины, а как раз о беженцах из Ближнего Востока. Да, из Ближнего Востока. То есть, они таким образом пытаются избирателей правых привлечь дополнительно на участки для голосования, боясь, что в случае низкой явки их сторонников они могут проиграть. Кстати, мои знакомые польские журналисты и политики хором говорили, что вот вся эта история про кризис в отношениях между Украиной и Польшей в значительной степени популистская, предвыборная. Согласны с этим? Да, я совершенно с этим согласен, потому что я считаю, что для этого кризиса не было никаких реальных оснований с польской стороны. То есть, если мы даже согласимся с мыслью, что украинское зерно, когда оно продавалось в этой стране, оно задевало интересы польских фермеров, хотя надо сказать только фермеров, что для всех остальных отраслей экономики это было благо, то в любом случае консультации о том, что делать дальше, можно было провести без митинговых выступлений. Ну, я что имею в виду? Наши польские друзья сами в 2022 году были лоббистами отмены для нас ограничений по соглашению об ассоциации с Европейским Союзом. Мы подписывали, когда соглашение об ассоциации, там были четкие ограничения, квоты на ввоз польского зерна. Польского, на украинского зерна в страны Европы вообще. И когда началась война, наши центральноевропейские соседи, прежде всего наши польские друзья, они настаивали, чтобы Еврокомиссия отменила эти ограничения. И Еврокомиссия пошла им навстречу. Но мне тут трудно понять, почему они не просчитали последствия. Но, может быть, просто тогда их политические интересы были в том, чтобы показывать, что они главные друзья Украины, и они не думали об экономических последствиях для себя. Потому что, если бы Еврокомиссия этого не сделала, или, допустим, сохранила бы квоты на зерно или на сельхозпродукции по соглашению об ассоциации, вообще ничего бы не было. Но спасибо нашим польским друзьям, они добились этой отмены, ограничения на фоне того, что Россия уничтожала нашу экономику. Потом начался предвыборный период. Оказалось, что партия конфедерации спекулирует на этом, на интересах польских фермеров. И все пошло в другую сторону. Мы пошли навстречу интересам наших соседей, пометуя о важности этих добрососедских отношений. Польша, Украина, Еврокомиссия и другие страны Центральной Европы провели специальные переговоры, и мы договорились все, что до 15 сентября будут восстановлены эти ограничения. А за это время рынки, стран Центральной Европы подготовятся к поставкам украинского зерна. В этот момент, как вы знаете, когда нужно было эти ограничения снимать, и мы слышали обещание об их отмене, и это торжественно публично обещал польский президент, нашему президенту на их встрече, что вот Польша готовится уже и так с распростертыми объятиями все это будет принимать, и она уже готова. В этот момент, когда-то, как только Путин заявил, что он выходит из черноморской зерновой инициативы, например, министр Польши Матюш Моровецкий выступает и говорит, а мы ведем ограничения в одностороннем порядке, даже если Еврокомиссия их отменит. Вот такой унисон неожиданный Москвы и Варшавы. И опять-таки, даже если польский премьер перепугался последствий отмены этой черноморской зерновой инициативы для своего рынка, но стоит ли выступать с заявлениями митингового характера? То есть как делает человек, который считает соседнюю страну дружеской? Ну, если на самом деле считает, а не использует всю эту историю для политического пиара. Но он хотя бы снимает трубку и говорит своему коллеге, премьер-министру Украины. Господин премьер-министр, вы видите, какая ситуация складывается? А давайте мы проведем польско-украинские консультации, а давайте поговорят между собой министры сельского хозяйства, и давайте мы решим, как нам быть. Потому что мы не хотели бы ничего принимать в одностороннем порядке, Украина дружеская страна, мы очень хотим помочь вам в войне, но у нас вот такая сложная ситуация. И начинается польско-украинская консультация. Ничего этого не было. Была череда заявлений от польских политиков, что они это все равно сделают, что им плевать на Еврокомиссию, что им совершенно неинтересны украинские интересы. Потом начались какие-то совершенно безумные заявления о том, что на самом деле польский фермер – это маленький человек, а Украина поставляет Польшу продукцию из хозяйственных холдингов. И это совершенно другая история, хотя наши холдинги платят налоги, и за эти налоги снабжается наша армия. А, к сожалению, доходы польских фермеров на снабжение нашей армии не идут, но и слава богу, что Польша – мирная страна. Ну, в общем, короче, это дошло до этого. И вы знаете, что в результате Украина подала во всемирную торговую организацию иск. И этот иск, он просто выигрышный, понимаете? Потому что Польша его проиграет, даже не явившись в суд. И самое главное, что Польша не пойдет в этот суд, потому что ее интересы будет представлять в этом суде Еврокомиссия, решение которой Польша и нарушила. И совершенно очевидно, что Еврокомиссия будет действовать вместе с ВТО синхронно. И таким образом Польша просто попадет под штрафные санкции. И в результате сейчас наши соседи просят нас отозвать этот иск. Начались переговоры. Я надеюсь, что мы придем к взаимоприемлемому соглашению. Но стоило ли доводить польским политикам до такого ожесточения? Даже, понимаете, тут возникает вопрос, популистские ли это политики? Ну да, мы знаем, что политики права и справедливости это безответственные правы и популисты. Но зачем это показывать всему миру? Пусть бы мы с вами это знали. Пусть бы это поляки знали. Это была бы наша государственная тайна. Я готов эту тайну, кем на самом деле являются Ярослав Качинский, Матюш Моровецкий и Анджей Дуды унести с собой в могилу, потому что я считаю Польшу дружественной страной. Зачем они показывают это американцам? Как нам американцам объяснять, что это серьезные люди? Зачем они показывают это немцам? Зачем они после этого начинают говорить «А, Украина рассчитывает на хорошее отношение с Германией, а Германия вас предаст обязательно, как это говорят там польские полиции?» Погодите, погодите. Там ведь дело было не только в заявлениях по поводу возможного германского предательства, и не в зерне. А в оружии, да. А в оружии, о том, что с будущего года Польша перестанет оказывать какую-либо помощь и поддержку беженцам из Украины, что прекращается режим наибольшего благоприятствования. Ну, смотрите. Не будут продлеваться виды нажительства, хотя на самом деле вот их продлили. На днях было объявлено решение Евросоюза, что все, режим этот продлевается еще на год, до 25-го. Тут я хочу выступить в защиту Матюши Моровецкого. Он вообще такой человек, который не всегда точно формулирует свои фразы, поэтому нередко... Ну, он митинговый политик, прежде всего, а затем уже глава правительства, и поэтому он попадает иногда в такие неприятные истории. Он же на самом деле имел в виду, что Польша не передаст Украине того оружия, которое сейчас поставлено для вооружения в польской армии. Оно и не должно было передаваться. Ничего не имелось в виду. Я не думаю, что Матюш Моровецкий имел в виду, что Польша откажется от использования хаба в Жешеве, который, по сути, является международным хабом для поставок оружия Украины на территории страны члена НАТО. Он ничего подобного не говорил. И он, и президент Дуда говорили, вот сейчас у нас новое оружие, современное, которое, кстати, Польша получила, потому что передала нам это спасибо, что они передали это старое оружие нередко советских образцов в нашей армии, что они получили взамен новое современное эффективное оружие. Это уже вопрос внутренней их отношений в НАТО и с Соединенными Штатами. Но они не должны это оружие нам передавать. Если бы они хотели, они могут. Но обязанностей у них такой нет. И это имел в виду Моровецкий, что Польша будет усиливать свои вооруженные силы. И это правильно. Потому что, если будет так развиваться ситуация, и Украина потерпит поражение в войне с Россией, то Польше понадобятся ее вооруженные силы современные и так далее. Тут нет никаких сомнений, что полякам придет сражаться даже в НАТО. Но это такое дело. Будет надеяться, что этого никогда не произойдет. И мы больше никогда не увидим пылающей Варшавы. Достаточно Второй мировой войны. Ну, а, кстати, как вы думаете? Я знаю, что вы очень хорошо разбираетесь в польских делах, в польской политике. Ваш прогноз. Чем закончатся выборы 15 октября? Я считаю, что сейчас обе силы, и правопопулисты, и демократические силы находятся в состоянии такого электорального равновесия. И утверждать, как качнется часа весов, я не знаю. Меня пугает даже не победа права и справедливости, потому что этих людей, так сказать, я знаю всю жизнь. И, как бы сказать, я считаю, что к ним можно приспособиться. Тяжело, конечно, обидно, но, знаете, ко всему можно приспособиться. А вот если они создадут коалицию с конфедерацией, это будет большая проблема. Потому что они станут заложниками того самого джина, которого они выпустили из бутылки. При всех талантах Ярослава Хачинска, потому что он выдающийся человек именно с точки зрения того, что он умеет выпускать джиннов, а потом гоняться за ними по всей Польше, где-то в районе Бродслава находить и закупоривать. Но я боюсь, что сейчас его возможностей не хватит, если они создадут такую коалицию. Тем более, что он уже не молодой человек, и энергия уже не та. А его соратник, как я вам скажу, тут же есть тоже большая проблема, что, как всегда, это бывает в вождейских партиях. Там вытоптано политическое поле до пустыни, и там нету никого, кто мог бы сравниться с Ярославом Хачинским в его организационных способностях, его умении реагировать на вызовы. Просто нет никого. Вот те люди, о которых мы там говорим как о министрах, как о руководителя страны и так далее, это просто выбор Хачинского. Это такая команда, в которой нет явного лидера, явного вдохновителя. И вот это тоже может быть серьезной проблемой. То есть понятно, что еще одна проблема. Если право и справедливость победит в третий раз, то, конечно, может начаться процесс цементирования власти, такая орбанизация Польши. Потому что, да, у Хачинского и у других правых лидеров взгляды похожи на взгляды Орбана, но вместе тем и общественное сопротивление тому, что они хотели бы построить в Польше, оно достаточно велико. А так оно может понемногу рассасываться, если хотите. И тогда вот мы уже получим там еще через пять лет, если уже окончательно будет установлен такой контроль не просто над государством, но над обществом, такую орбанизированную Польшу. Ту самую Польшу, которой маршал Пилсудский так боялся в 20-е годы, что после гибели президента Нарутовича даже совершил государственный переворот. И я очень надеюсь, что вот нынешняя Польша сможет демократическим путем избежать такого превращения. Я не могу не задать вам еще один вопрос, касающийся польско-украинских отношений и некоторого количества кошек, которые в них пробежали в последнее время. Многие спросят, ну, все-таки, а если честно, эти осложнения, может быть, там, популистского предвыборного свойства, может быть, чисто эмоциональные, они никак не связаны с теми проблемами, которые раньше существовали в отношениях между Польшей и Украиной. Ведь все-таки было время, когда были очень сильны антипольские настроения в Украине и антиукраинские настроения в Польше. Это похоронено или это есть? Вы знаете, вы сейчас говорите как поляк при всем уважении. И я не удивляюсь, что вам получается это, так сказать, как поляку, потому что в этом очень часто бывает, что отношение русского к украинской истории поляка где-то сближается, потому что ей несколько смещена оптика. Я все-таки хотел бы вам заметить, что если вообще говорить об каких-либо антипольских настроениях, что общественного, что политического характера, и это я всегда пытался объяснить своим польским друзьям, и они никогда мне, конечно, не верили, я не думаю, что они когда-то поверят, эти настроения касались достаточно небольшого региона Украины, которые находятся в государственном единстве с современной Украиной, на самом таком вот очевидном государственном единстве, только с 40-х годов 20-го века. Это нынешняя территория Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Волынской области. Даже территории Закарпатья и Черновицкой области, которые были также присоединены к Украинской СССР, по сути, в ходе и после Второй мировой войны, с Польшей не соприкасались, потому что Закарпатья была в исторические времена частью Венгерского королевства и затем Чехословакия, там просто не было украинско-польских отношений. А Буковина была частью, не была не частью, она была частью одновременного герцогства, где существовали румыно-украинские отношения и украина-немецкие, и, естественно, еврейская там немецкая, румыно-украинская, какие хотите, но точно поляки там не играли важной политической роли. Здесь, вот мы, я вот сейчас во Львове, и здесь, безусловно, украинско-польские отношения были средоточием жизни на протяжении веков. Это правда. Но это очень небольшая территория. Для галецкого украинства, это все живо, как и для всех поляков. Это все живо. Я вот сейчас проходил, пил кофе, и проходил мимо костела Львовского, католического собора, и смотрю, что сидят дамы пожилые, лет 60-70, говорят между собой на украинском языке и читают польскую газету Курьер Галицийский. Ну, польская, польско-язычную. Львовскую газету на польском языке, я думаю, господи, вот это, понимаете, это же можно сфотографировать, как это живо даже сейчас, вот эта вот вся ситуация, как будто бы, ну, эти люди, понятно, что поляков изгнали советские власти, именно советские, из Львова после Второй мировой войны, поэтому это такой маленький срез, который можно увидеть, но тем не менее, он есть. Но для обычного украинца, для обычного, скажем так, жителя уже ровной, я уже не говорю, там, даже Киева, в Киеве еще жили поляки, или в Житомире, да, небольшие были там национальные общины, и великий польский поэт Ярослав Вивашкевич, я всегда этим очень горжусь, что он там выходец из моего родного города. Но дальше уже к Новороссии, так называемой, которую так называет Путин, которая такой никогда не была, к южной и восточной Украине, вот, никаких польско-украинских отношений просто не было, и для жителя Харькова или Днепра, Польша – это такое же государство, как Франция или Бельгия. И так, для подавляющего большинства украинцев. Времена Хмельницкого и Тараса Бульбы – это сугубая история, которая никакой актуальности не имеет. Если бы были истории ей для центральной Украины, уже в 19 веке, по той простой причине, что тогда и украинцы, и поляки оказались в другом государстве. И в любом случае не было таких польско-украинских отношений, очевидно. Даже там, где польская шляхта сохраняла свои имения и так далее, эти люди все равно были гонимы, их высылали в Сибирь, они устраивали восстания, понимаете. Это уже не были отношения, скажем так, феодала, который может чувствовать себя свободно, и крепостного. Это уже были отношения двух гонимых наций. И это тоже надо четко понимать. Так что это другие отношения. Богдан Хмельницкий – это все-таки такая седая история, понимаете, в любом случае. А вот то, что происходило во время Второй мировой войны, оно, безусловно, живо, поэтому польское правительство постоянно там ставит вопрос об эксгумации тел, жертв тех трагических событий, которые происходили во время Второй мировой войны. А украинское правительство говорит им о восстановлении памятников. Но это же было не так давно, и это было конкретно на территории конкретного региона Галичины. Как восточной, которая сейчас входит в состав Украины, так и западной Галичины, которая является частью Польши, региона с центром в Кракове. Поэтому мы можем, конечно, до хрипоты рассматривать эти отношения небольшой части украинского народа с польским народом. Но пока Польша не поймут, что для подавляющей части украинцев это просто несуществующий исторический политический сюжет, что когда, допустим, ну скажем так, президент Польши об этом говорит с мэром Львова, то мэр Львова прекрасно понимает, о чем идет речь. То он, потому что он вырос во всем этом мире. А когда он говорит об этом с президентом Украины, с президентом Украины, это что-то, что он читал в школе в учебнике. Это не президент Украины из кривого рога, он никогда об этом вообще не задумывался, я думаю, до момента, пока не стал президентом Украины, условно говоря. Ну и вот это надо понимать. Поэтому, да, безусловно, и это, кстати, касается будущей евроинтеграции Украины, нам необходимо согласие с соседями по вопросам вообще исторической памяти. Нам необходима общая стратегия, исторические дискуссии, нам необходимо, чтобы мы относились с уважением к исторической памяти и жертвам польского народа, нам необходимо, чтобы украинцы тоже пользовались уважением, когда речь идет об их исторической памяти, об героях их национально-освободительного движения. Нам необходимо избавляться от стереотипов. И это тоже все долгая и трудоемкая работа, причем нельзя сказать, что так легко это происходит всегда, понимаете? И в Украине, и в Польше. Это не только касается отношений польско-украинцев. Когда поляки мне говорят, ну как же вот украинцы не могут понять, что они ответственны за там трагедию, которая произошла на Волыне, перед моими глазами, я все-таки не этнический украинец, а еврей, сразу встают сцены, которые я переживал после публикации книги соседей Гросса в Польше, которая касалась погрома в Едвабне. И как те же мои польские друзья и знакомые, в основном из правого лагеря, либеральные знакомые были более чувствительны, говорили мне, почему же Гросс обвиняет всех поляков, почему же мы ответственны за действие вот этой вот небольшой группы людей в Едвабне. И я помню, какому астракизму от большой части польского общества подвергся тогдашний президент Польши Александр Квасневский, когда он извинился от имени польского народа, очень благородный, я считаю, извинился, за то, что произошло в Едвабне и в других регионах Польши. Очень трудно любому народу, мы это прекрасно с вами знаем, очень трудно брать на себя ответственность за любые трагедии, которые происходят по вине собственных соотечественников. Своя рубашка всегда ближе к телу. Мы это знаем по многим историческим примерам. Я в детстве помню, я слушал радио «Голос Израиля», когда была трагедия в лагерях Сабра и Шатила, и я помню отчаяние в голосе диктора, когда он об этом рассказывал. Он говорил, «Боже, зачем мы прикоснулись к этому кровавому крюку Востока?» Но да, очень тяжело говорить, что там стояла наша армия, вопрос даже не в том, кого она пропустила, а не пропустила, а в том, что армия, которая состоит из евреев, не смогла убереть женщин и детей от гибели. Это же страшно думать когда-то евреи. Но вот тем не менее. И, кстати говоря, я вам должен рассказать, что я этот эпизод привел когда-то в Москве на телевидении, когда была программа «Пресс-клуб», и когда обсуждали, что делать с Чечней еще до начала Первой Чеченской войны, когда уже начались эти истории про рабство русских людей у чеченцев, когда уже готовили общественное мнение к войне. И я вышел к микрофону и рассказал вот эту историю о своих детских ощущениях, как мне было страшно тогда за себя. Потому что я тоже еврей и люди, которые служили в этой армии, тоже евреи. Генерал Ариэль Шарун евреи, человек, которым я восхищался. И это все для меня было очень тяжело. И тогда мне Кира Прошутинская сказала «Не запугивайте нас, Виталий». И мне стало еще страшнее. Я это запомнил на всю жизнь, эту сцену, понимаете? Потому что для меня эта сцена стала, если хотите, началом конца. Я просто понял, что нам всем предстоит пережить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова